здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы продолжим ремонт ноутбука toshiba a210 вчера я был собрал этот комплект материнской платы видеокарта но он почему-то не запустился сейчас я буду искать причину проверяем контакт оперативной памяти бывает что нет контакта кстати хороший способ чистки с обычной бумагой проверяем зажитые все оптики проверяем зажитые все оптики проверяем в этом ноутбуке подключать монитор не обязательно я знаю как он работает если все окей сейчас вам покажу включаем только кнопочку кнопочки для включения обязательно можно вставить и пробуем питание у нас не светится подходит кабель питания подходит немного включаем вот здесь есть два индикатора если все нормально то они засветятся видимо что то не так вентилятор не крутится что то не работает выключаем пробуем еще раз включить что то непонятное что то непонятное что то непонятное вентилятор немного закрутился и остановимся и остановимся теперь снова включаем 3 3 4 5 5 6 5 6 6 8 9 Будем искать дальше, это не помогло к сожалению, сейчас я аккуратненько откручу видеокарту и посмотрю есть ли там контакты. Похоже на видеокарту. Ну вот, аккуратненько откручиваем. Снимаем, смотрим в каком у нас состоянии. На вид все нормально. Сейчас мы ее вставим повторно. Еще есть вероятность, что проблема с процессором. Если видеокарта не поможет, то двигаться дальше будем. Будем искать другие ошибки. Другие. 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 Не буду ее перекручивать, просто хочу посмотреть, какой будет у нас результат. Попробую еще подключить монитор, но это не в этом Проблема, конечно Поехали К сожалению, ничего не получается Сейчас попробуем снять процессор Посмотрим, может там какая-то проблема Вчера у нас этот комплект запускался без проблем Сегодня уже возникли какие-то проблемы Попробую переставить оперативную память в другой разъем Бывает, что помогает Стираем Попробую переставить Попробую переставить Вентилятор Что-то изменилось Сейчас мы Прикрутим Прикрутим Видеокарту Что процессор не работает На него не подается сигнал Попробую переставить Прикрутим Попробую переставить Попробую переставить Прикрутим Попробую переставить Попробую переставить Прикрутим Попробую переставить Попробую переставить Прикрутим Аккуратненько снимаем Посмотрим, что у нас здесь. Протираем термопасту. Иногда бывает, что кулер или радиатор поврежден. Здесь как раз так и есть. Есть опасность, что был сколот процессор в процессе. Установки этого радиатора. Сейчас рассмотрю сам процессор. Нет ли на нем видимых повреждений. Видно, как будто все хорошо. Сейчас я аккуратно еще раз соберу. Сколы видимых незаметны. Что-то не работает. Значит, сейчас мы на всякий случай еще вытянем и ставим процессор. Откручиваем вот этот замочек. Аккуратно вынимаем. Смотрим на контакты. В принципе, все хорошо. Процессор вот наш. Видимых сколок я не замечаю. Будем надеяться, что он рабочий. Устанавливаем назад. Закрываем. Наносим новую термопасту. Если термопасты нет, можно использовать и старую. Внимательно смотрите, чтобы не было никакой пыли, песка. Если вдруг что-то попадет, сам процессор будет сколот. И это уже не расстанавливается, к сожалению. Пробуем. Расстанавливаем. Закручиваем. И пробовать снова. Вискиваем. Повторяем. Расстанавливаем. Повторяем. Вискиваем. Все делайте аккуратно, не спеша. Здесь спешка не уместна. По очереди закручиваем каждый винтик. Проверяем еще раз оперативную память и пробуем запускать. Надеюсь, что сейчас у нас все получится. Напомню, что это полное видео диагностики и ремонта материнской кладки ноутбука Doshiba A210. Поехали. Если эти два индикатора засветятся, значит ноутбук уже включается. Видимо, это не помогает, к сожалению. И еще раз контрольные пробуем. И еще раз контрольные пробуем. Похоже, что материнская плата не работает. Причем проблема, будем дальше искать. Вчера она работала без пробега. Сниму еще этот радиатор, посмотрим, не сколот ли чипсы. Внимательно изучаем состояние чипса. И так. Здесь у нас есть небольшой скол. Конечно, на видео не очень заметно. Один из проев сколот. Это может быть причина, почему не работает наша система. Может, еще и работает будет. Сейчас попробуем снова собрать. Этот чипсет очень в хорошем месте здесь находится. Если немного двигать этим радиатором, вообще я держу. Он не держится жестко, не закрепленный. Может, в принципе, свободно повредить чипсы. Так у нас именно получилось. Сейчас мы попытаемся еще раз это все запустить. Перемасчиваем снова новой термопастой чипсы. Собираем повторно. Собираем повторно. Запускаем. 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 к сожалению у нас ничего не получается сейчас еще попробую другой процессор вместе с радиатором я его планирую пока установить чтобы исключить проблему с радиатором снимаем с другой материнки с антроз сейчас еще попробую сначала проверю эту материнку а потом уже будут переносить так будет надежнее собираем у нас есть другой комплект сейчас мы его сюда аккуратно установим и и не хватает болтиков собрать отсюда и и нужно еще оперативную память не забыть и 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